У дома Чукуна и Финди, как его любовно называли в народе, сегодня много гостей, не только жителей Верхней Тиберды, которые собрались на открытие мемориальной доски. Духовный лидер, поэт, автор учебников родного языка, общественный деятель, организатор первой в Карачево-Черкесии типографии и крупный хозяйственник. Один из инициаторов развития тибердинского курорта и основатель первых национальных газет республики Исмаил Акбаев родился в 1874 году в семье Якуба и Финди, вероучителя начальных училищ школ в Учклане и селении Тибердинском. В 12-летнем возрасте был направлен отцом для обучения в Балкарию, а 4 года спустя Исмаил продолжил образование в Казани и Крыму, посетил Баку и Тифлис. Овладел арабским, турецким и кабардино-черкесским языками, разбирался в естественных науках, хорошо знал классику восточной литературы. Вернувшись на родину, Исмаил Якубович стал вероучителем местной школы, а в 1905 году в качестве старшего Финди возглавил мусульманскую общину аула. Он стал инициатором открытия первой в Карачае школы для девочек. Исмаил Акбаев переложил на родной язык в стихотурной форме основы вероучения, которые в 1912 году издал под названием «Иман-Ислам», а в 1915 году – цикл «Зикров-Маулут» собственного сочинения. Его перу принадлежит и ряд нерелигиозных поэтических произведений. Исмаил Акбаев стал реформатором родного языка и возглавил группу, составившую новый алфавит на базе арабской графики. На ее основе издал в Тифлисе первые истории карачаево-балкарский учебник «Анатель. Родная речь». Успешно вел Чукунаев в Индии семейное хозяйство, что позволяло ему заниматься благотворительностью, помогал школе ее учащимся, выделял средства на ремонт дорог, мостов, мечети. С 1917 года он вновь в местной школе преподает родной язык. При советской власти Исмаил Акбаев активно включился в работу по ликвидации безграмотности в аулах Карачая, сдал добровольно все свое имущество государству и в 1922 году переехал жить в Баталпашинск, где продолжил свою педагогическую литературную деятельность и работал над созданием областной типографии для издательского дела на языках коренных народов и выпустил в этой типографии первую часть нового переработанного издания «Букваря. Родная речь. Азбука», а после и вторую часть. В 1923 году в Баталпашинске на съезде мусульманского духовенства Исмаил Эфенди был избран председателем президиума съезда. В этот памятный день на родине многих ученых, мастеров слова и добродушных горцев, всех собравшихся в солнечной Тиберде, поприветствовал глава верхней Тиберды Али Мурат Байчоров, а имам аула Али Джукаев совершил дуа по умершим, которые посвятили свою жизнь процветанию религии и служению своему народу. Поздравляю вас с таким событием, знаменателем, познаменованием нашего великого земляка, жителя нашего аула, просветителя, духовного лидера, не только Карачаева, Черкесия, но и всего Кавказа, Северного. Спасибо вам за такое отношение к нашему односельчанину. Акбаев один из первых просветителей, который создал азбуку карачаевского языка, который возглавил первую газету «Карачай». Этим самым он внес огромный вклад в будущую культуру карачаевского народа, развитие его языка, его истории, его традиции. Для работников газеты «Карачай» открытие мемориальной доски просветителю имеет особое значение и не только по значимости, а еще потому, что оно приурочено к столетию печатного издания, отметила ее руководитель Салима Каркмазова. Всем уже известно, что нашей газете буквально через пару недель исполняется 100 лет. Но сегодняшнее мероприятие доказывает, что нашей газете фактически больше. 19 октября 2024 года – это официальный день рождения газеты. А благодаря Чокуна Апенды, Акбаеву Исмаилу, еще в 1919 году уже была заложена основа газеты «Карачай». Так и называлась эта газета «Карачай». Инициаторам и организаторам данного мероприятия вручили почетные грамоты Миннация, общественных организаций республики, фамилии Акбаевых и не только. Право открыть мемориальную доску предоставили внуча тому племяннику-просветителя и главе аула Верхняя Циберта. Теплые воспоминания у аульчана ставила и дочь Чокуная Финди Рима. Я знаю эту семью, давно знаю, с детства. Я тут рос, я тут играл с детства. Я знаю Риму, знаю ихнюю мать. Она нас постоянно кормила, там хвалила. Ну, учила же. Даже писать учила, читать учила она. Она тоже очень громадная была. И она всегда мечтала, чтобы вот эта мемориальная доска открылась здесь. Но, к сожалению, ее нету. Но мы эту мечту сделали. Вот эта мечта сбылась уже. Очень трудно в таком коротком интервью сказать о нем то, что хотелось бы. Но одно мы знаем, что он имя свое вписал в сокровищницу карачаево-балкарского народа золотыми буквами. Всю свою жизнь он посвятил честному служению своему народу. Все, что у него было, он отдавал народу. Как свое сердце, и также свои знания. Столько он сделал для карачаево-балкарского народа, что очень сложно передать словами. А затем участники мероприятия собрались за круглым столом, который посвятили столетию газеты Карача и 150-летию просветителя Исмаила Акбаева. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Тиберда.